Уличком квартала Акатова Горюнов Борис Александрович. Квартала Акатова в сентябре прошлого года на берегу реки Чернавка администрация выдала разрешение Мортону вырубить 5 гектаров рековых сосен, Сосновый Бор. Балашинка, вы говорите? Да, да, я про Балашинку и говорю. Согласно генеральному плану города Балашинки, этот Сосновый Бор являлся лесопарковой реактивационной зоной. Что такое реактивационная зона? То есть зона, в которой запрещено всякое промышленное строительство. Кроме того, по генеральному плану города Балашинка на этом месте должен быть построен детский реактивационный восстановительный центр, где дети Салтыковки, Балашинки должны были отдыхать и восстанавливать свое здоровье. Теперь здесь планируется построить очистные канализационные сооружения мощностью 80 тысяч кубов в сутки. То есть 80 тысяч кубов в сутки будут сливаться в сторону наших домов, которые стоят на расстоянии 50 метров. Поясню, почему 50 метров. Данные очистные сооружения по Санфину должны иметь санитарную защитную зону для жилых домов на 400 метров. Роспотребнадзор Московская область сокращает эту зону Мортона, по запросу Мортона, на 8 раз, представляете, 8 раз. Не на 25 процентов, не на 100 метров, 8 раз, до 50. Представляете, что это такое? Кроме того, вот мы находим сейчас Березовая роща. Вот здесь протекает река Пехорка, куда это все будет сбрасываться. С нашего Акатова и сюда сплошное болото. То есть то, что будет сбрасываться, будет оставаться здесь. То есть через год, через два, жители Салтыковки, в частности вот этой Березовой рощи, и кто купит квартиры в этих домах, они просто задохнутся. Значит, мы 8 лет уже ведем борьбу с администрацией, с прокуратурой. Значит, прокурор с города Балашихи, Баралово, сейчас ее сняли. Она вообще не реагировала на наши обращения. То есть она крышевала их, понимаете, она их прикрывала. Сейчас пришел, ну, будем сказать, исполняющий обязанностей. Он сейчас занялся нашей проблемой. Значит, прокуратура составила справку по нашим очистным сооружениям и направила прокурору Московской области. Вот сейчас придет оттуда ответ. Просто он ждет, какие меры принимать. То есть мы надеемся, что мы и там это все остановим. Кроме того, здесь рядом находится Никола Архангельская. Там не Березовая роща, а Дубовая роща. Дубы. Уже трехвековые дубы. Три тысячи дубов. Все это сейчас идет под срок для строительства многоэтажных домов. Они тоже борются уже два года и ничего не могут сделать. Вчера я был на суде. Значит, Балашевский суд их иск не удовлетворил. И вот мое впечатление после этого суда, что суд и прокуратура у нас в Балашихе, они не решают эти вопросы. Эти вопросы решаются в каких-то других кабинетах. Понимаете? Значит, когда мы были на встречу у Самоделова, у главы, у главы по поводу строительства очистной кондустрии. А где вы их предлагаете? А мы им не предлагаем. Есть постановление Московской области, что эти очистные сооружения должны находиться. Город Балашиха, улица Лесная, очистные сооружения номер один. Это где находится у нас милиция. А они все-таки своим решением, нарушая это постановление Московского, переносят к нам. Почему? Потому что у нас рядом проходит коллектор, который ведет канализацию на Люберс. То есть Мордор. Он строит эти очистные. У него в смете забиты про вот там коммуникации надо провести. А здесь не надо ничего. Поставили, в эту трубу ввели, а деньги, которые в Московской, федеральные, которые выделят, а он положит себе в карман, половину понесет там в Балашиху, там в администрацию, понимаете? А нам они говорят, знаете, мы эти очистные строим, потому что 30-й квартал строится для военных. Там ты-ты-ты-ты-ты сюда. Ну и ставьте там. Там Мордом, там рядом находятся, сахоз первого мая. Мордом там скупил эти земли. Там нет жилых домов. Ну поставьте. Тем более вы сократили зону, все это закона, 50 метров. Ну поставьте там, от домов, вот от таких домов, на 50 метров от чистое сооружение. Там пихорка, скидывайте. Ну кто там купит дома? Они спрятали. Спрятали у нас в деревне, вот. Морд или Акадович. Потому что вокруг, слава богу, там лесхоз, они не имеют права рубить. Вот вокруг лесхоз, и будет стоять вот эта клава. У нас тоже не имеют здесь права. Нет, нет, нет. Это такая, я говорю сюда. Тихо, тихо. Я согласен. Я поэтому говорю, у нас общая проблема. У нас подряд, берется, летчик лечит. Погибся на войне. Из 8-й школы. Да, еще можно я закончу. Вот, вот учитель из 8-й школы. Любовь Анатулиева. Я хочу выразить большую благодарность вот жителям вот этой лесной поляны. Они сегодня совершили подвиг. Какой? Вы заставили власть вас уважать и слушать. Они вас боятся, понимаете? Будем говорить так, они нас боятся. Понимаете, мы не должны терпеть вот этот произвол. И нам не надо сейчас останавливаться. Нам надо сейчас что сделать? Сменить нашего главу поселкового совета Галеева срочно создать ТОС и решать свои проблемы самим. В конце концов, нам надо отделиться от Балашики, стать своим пособетом и решать все эти вопросы, чтобы жители решали, а не чиновники, вот эти временщики. Все у меня. Спасибо вам.